За нами сейчас вы отдельно сядете. При большой нужде можно здесь. У каждого полотенца растерил, тут хлеб положил и прям поедал. Тут можно хоть сколько накормить. Господь же не за столами. Не лучше никогда так, не надо. Господь где кормил-то людей-то? Рыбу давал и прочее-то. Лона природы была. Так вот еще такое. Когда Израиль выходил из Египта, они там делали как язычники. Но когда вышли оттуда, они уже научились делать неправильно. И Господь им говорит, вы учите закон, в субботу соблюдайте. А потом говорит, когда тебе нужно будет выйти за стан, то возьми с собой лопатку и зарой испражнение твое. Это о чем он говорит? А причина почему? Не потому, что это нехорошо, вот как у нас ногой залезла сейчас девочка. Кто-то не донес до места. Это не я. Это не я. А сейчас мы узнаем, где на анализ поставим лабораторный. Комроснадзор призовем. Меня наступили. Санэпидемслужбу. Почему? Потому что среди вас ходит Господь. Мне его. Вот какое отношение имеет человеческое испражнение и Господь? Прямая связь. Слушай, сынок. Так, меня призвали сейчас воспитательницы. И я подошел, ну и увидел, что уже, то, что есть. Я хотел принести и показать, чтобы сознали, что это богатство. Ну, мне сказали, ладно, бросить. Так, кто это сделал? Ну, видели, уже видели. Видели, которые по-легкому. По-легкому это, так сказать, как дождь разразилась и ушла водой одной. А тяжелое, это означает уже не донес. Рот, зачем так все время крутишь нарезал? Уже привычка. Сколько раз говорю. Куда-то за уши заводит рот. Не надо это делать. Так, кто это сделал? Вот от меня мух отгоняешь. Не ты ли это сделала? Нет. Ну, кто? Ну, где, между вон тем туалетом, между этим зашли за этой крапивой и тут же и села. Но это женские. Мальчики там не могли быть. С них это снимается. Кто-то из вас же стоит здесь. Кто это сделал? Я прямо конкретно буду спрашивать сейчас. Так. Что? Ты это делала? Тихо. А говорят, видели, что делал кто-то из вас. В туалет просится. Ну? В туалет просится. Что? В туалет? Ну, посюда вот пройди, вот так вот, вокруг. В туалет. Вон туда подальше за крапивой, а там туалет. А может, я подсюда? Ну, вот, калаженского нельзя переходить. Вот дорога, где машина шла. Пробеги и поверни там. Видите как, конечно, ну. Я думаю, может быть, оба туалета были заняты. Ребенок как-то, ну, не мог уже терпеть. Ну, может быть, но сознаться надо. Ну, не сознались. Ну, отпускать будем раньше. Ну, кто это сделал? Никто это не делал. Это деревенские. У них, видимо, там близко-то нельзя ходить. Он пришел и похвалился, что у него есть. У нас было такое. Девочка одна очень хорошая была. Ну, а мальчик такой вот примерно. Он с ней вышел играть, а у него ничего нету. Он ее зовет за келью и показал писью. Она сразу же похвалилась маме. А он мне писью показал. У него больше ничего нету. Ни знаний пока, ни медали. Он не депутат. Но он показал. На, а тут у нас вот что показывают. Это совсем нехорошо. Так что, будем это делать? Или крапиву я буду встречать там? Нет. Я крапивой буду жарить. Забежите до места. Ты не знаешь, что это сделал? Нет. Все, садитесь и съешь. Ох. Можно нам пойти? А? Крапивой жарю, чтобы до места вырегали. Ты поел? Я готова. Так, Галина Александровна, разберись с парнем. А что, Рубавка, что такое? Приготовьте все вместе. Пойдете, берите икрушки, ведра. И мы пойдем с холодным за ягодами еще раз. Почищем за это. Надо подождать только 15 минут. Спасибо за ягод. Это такое. Пошли кишку, чтобы перезбирать. Иди просто. Я просто. Не открывай чуть-чуть. А то мы были на родине. Делать яйку. Делать яйку.